Музыка Лето ждут, к лету готовятся. Уфимцы каждый выходной на протяжении двух месяцев вместе с сотрудниками управления жилищного хозяйства, ЖЭУ и других муниципальных учреждений выходят на плановую уборку территории. С 21 марта, помимо жителей, к субботнику были привлечены предприятия, школы, больницы, отделения почты и многие другие организации города. А в конце апреля в Уфе прошла комплексная очистка территории. Месячная санитарная очистка уже началась с 21 числа. Мы уже более месяца работаем. На сегодняшний момент, что можно сказать, активно начали работать жильцы, потому что объявление клеем на входные группы, а также через официальный сайт разместили, что в субботнике общегородские 16 и 23 будет. На сегодняшний момент, что можно сказать, председатели начали за свой двор, за свой дом, уже начали активно работу вести, благоустройство заниматься начали, а также посадка деревьев организована, завод чернозем. На сегодняшний момент восстанавливаем, где зимой или весной машины проехали по газонам, сегодняшний день восстанавливаем эти газоны. В первый субботник у нас жители были очень активные. 45 человек присутствовало. Благоустраивали и расширяли парковку для автомобилей. В эту субботу у нас цветник, посадка цветочков. Но еще планируем, чтобы сегодня сделали сварку ограждения, чтобы оградить детскую площадку. В Калининском районе к мероприятию привлечено более 600 жилищных предприятий, тысячи жителей, студентов и школьников, а также 140 арендаторов и собственников нежилых помещений. Что греха таить, дворников естественно не хватает. На эти участки мы большее количество внимания уделяем. За зимой было и тем более весной, в момент, когда объявлен санитарный месячник, мы даже раньше начали. Естественно, каждую субботу жилищники работают. Просим жилищников, жителей просим. В результате за один день из Калининского района вывезено почти 200 кубометров мусора. В масштабных работах задействовано 36 единиц техники. Блунжерная щетка работает, ЛТЗ, трактора все работают, вычищаем, вывозим, привлекаем людей, стараемся. Дождь пошел? Дождь пошел, народ весь работает. Горожане по-разному относятся к субботникам. Кто-то игнорирует подобные мероприятия, а кто-то напротив. Но те жители, для которых уборка территории – это не пустой звук, находят и время, и желание для того, чтобы облагородить свой дом хендмейдом. Так, например, калининцы с улицы Тухвата-Янаби смастерили поляну белых лебедей из шин разной величины. Сотрудники местного ЖЭО поддержали идею и помогли с ее реализацией. В свое время вот эти баллоны не знали, куда девать, то ограждение ставили и так далее, время. И у нас появился умелец, который начал вторично использовать данные баллоны. Здесь вот небольшой скверик, вот видите, здесь альпийскую гонку еще сделать, цветы. И на козырьках, когда вот подремонтируем, там петунии посадим, то есть будет смотреться. Ну, людям, думаю, будет приятно. То есть какой-то небольшой уголок, который что-то отражает. Использовано все подручные средства, кроме красок. Остальное уже руки. В то время, как мужчины мастерят различные конструкции, женщины занимаются посадкой деревьев, кустарников и цветов. У каждого района свои предпочтения на этот счет. Мы посадили ирисы, мы посадили барбарисы. В том году мы многолетние посадили растения, то есть пионы всевозможные тоже. Сегодня, вы знаете, мы предварительно уже убрали все территории наши чистые. И сегодня мы решили посадить кустарники, сиренчеремку нам привезли. Просили рябинку, конечно, очень хотелось. Рябину на рябину уже рассадили по дворам. В Орджоникидзовском районе города в Плановом месячнике приняли участие около полутора тысяч человек. Особое внимание уделялось ремонту ограждений, сносу, кронированию и побелке деревьев, устройству цветников. На отдельных участках провели сварочные работы, ремонт бельевой площадки. 38-й дом по улице Свободы отличился дружной командой и оперативностью проведения работ. Весь дом у нас выходит. Помогаем, чем можем. Здоровье есть, выходим, работаем. Тут не только мои дети. Здесь дети многих жителей нашего дома тоже вышли. И они видят, что я тут работаю, делаю, копаю, сажу, убираю, крашу. И они выходят, им тоже интересно. Папа, дай лопату, папа, дай кисточку. Ты убираешься потом, когда это все подсыхает, через неделю смотришь и красиво получается. Помимо рябин, тополей и прочих общеизвестных деревьев, жители посадили кустарник со своеобразным названием. Садим рябину, тополя пирамидальные. Еще интересно такое привезли тоже растение. Лох широколистный. Если я правильно говорю, прошу извините, кто разбирается. Вот такой вот. Ну, надеемся, что все взойдет, будет все красиво. Для нас самое главное, чтобы посадить, чтобы росло. То есть сам факт того, что посадим, главное, как посадить, чтобы выросло. Кроме эстетических функций, лох несет в себе ряд полезных свойств для здоровья. Жители дома надеются, что все труды не напрасны. И уфимцы будут беречь красоту, которую удалось навести общими усилиями. Вот мне бы хотелось сказать нашим жителям, всем, кто просто проходит здесь, что вот глядя вот на эту красоту, на то, что мы делали, хотя бы немножко уважали наш труд и берегли. Вот все то, что сделали и дети, и взрослые, и пожилые. В целом управлению жилищного хозяйства по Орджоникидзовскому району за период апрельских работ удалось отремонтировать около 70 ограждений газонов, 37 контейнеров и 9 детских площадок. Всего в работе было задействовано 29 единиц техники. С каждым годом микрорайон Сипайлова Октябрьского района преображается. Строятся новые дома и активно облагораживается территория. Все 250 многоквартирных домов были вовлечены в общегородской субботник. Озеленение территории – основная задача апрельских работ. Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» не оставило без внимания эту идею и помог с выделением саженцев и чернозема. Преимущественно завозили сосны. Хочу спасибо сказать огромное нашим председателям советов на картину домов, которые организовали. Вот на Бигбае 22 мы находимся. Двор большой на 8 домов, очень благоустроенный. В данное время у нас идет посадка саженцев, полив заодно. Чернозем мы привезли. Видите, чернозем очень хорошего качества. Сипал, вы знаете, без чернозема никак сажать нельзя, тут песок. Поэтому мы подкладываем, подкрашиваем, обновляем детское оборудование, видели, да, ремонт ограждений. Сегодня у нас участвуют субботники по микро-району Сипалова совместно с населением арендаторы, студенты, школьники, жилищники. Более 2,5 тысяч человек вывезли уже на сегодняшний день 15 трейсов мусора, отремонтировали около 300 метров газонов, ограждений. Вот такие виды работ проводятся. Время уже к обеду приближается, но народ еще не уходит. Мы продолжаем работать. Двор жилого многоквартирного дома номер 22 по улице Бигбае большой на 8 домов. Соответственно, и работ здесь проводилось немало, и не только во время субботников. Скамейка, дископлощадка к нашему дому вот это относится. Относится к нашему дому как бы до вас вторая. И хоккейная коробка вон сзади вас стоит. Тоже так же воду я обеспечиваю, поливаю. И первое место в городе, говорят, взялась у нас, спортсмены, говорят, что лучше оформленнее, как бы, эта коробка. Жительница одного из домов в микрорайоне Сипайлова крайне недовольна позицией нынешней молодежи, да и в целом всех уфимцев к общегородским субботникам. Более пяти лет я являюсь старшим по подъезду по Бигбае 24-2 и стараюсь каждый год провести субботник. Приглашаю жильцов. Но первый раз вышло 15 человек, второй раз 10. И все с каждым годом почему-то меньше и меньше. И стараются свалить друг на друга. А почему мы должны выйти, а почему другие не выходят? А мне хочется, чтобы каждой квартиры хотя бы по одному человеку вышли, вычистили все то, что накидали за зиму. У нас в 37-й квартире живет пожилая женщина, бабушка. Она почти не выходит на улицу, но каждый раз весной, набравшись силы, выходит и вычистит газон. А после этого начинает опять снова кидать. Так неприятно и неудобно. Из 41-й квартиры парень тоже вышел мне, помог. Сама я очищу всегда этот газон. И хотелось бы, чтобы действительно жители прекратили кидать. В субботнике приняли участие и те, кто уже давно не живет в этом дворе. Однако вызвался помочь по доброй памяти. Я живу в Сипаиле 84-го года. Как раз от Бигбаи 22 я в 84-м году квартиру получил. И с тех пор я уже живу не в Жукове 22, а в Жукове 7. И, как говорится, это как мой родной, со дни оснований здесь живу. Проводится у нас совместно с управляющей компанией, у нас хорошо помогает. Как раз у нас постоянно представители Мустафьер Маса Масурович и ЖУ. 59-й ЖУ – это Айсин Таргат Равказович. И, конечно, в этом очень помогает нам. Около трех месяцев работает наш глава администрации, Ахонов Рубер Забирович. Это все под его контролем и просьбой. Необычное предложение высказала возмущенная жительница 22-го дома Людмила Мельникова по поводу самого популярного в мире мусора – сигарет. Она всерьез заставила жителей задуматься. Хотелось бы, чтобы действительно жители прекратили кидать. Я подсчитала, если каждый курильщик пачку в день курит, он выкидывает в год 8 тысяч сигарет. И у меня, знаете, какая мысль пришла в голову? Надо сигареты делать в черной обертке, чтобы они не видны были по весне, как подснежники на газонах. Или хотя бы сделать их съедобными, чтобы мужики их прокурили и съели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общегородском субботнике Октябрьского района приняло участие более 700 человек. Они занимались сбором и вывозом мусора, побелкой деревьев и ремонтом детских площадок. На данный момент, да, уже, скажем так, район приводится в порядок. Было задействовано 23 единицы техники, значит, плюс дополнительная администрация Октябрьского района нам выделила более 8. Единицы техники тоже, значит, огромной помощи, как бы и спасибо выражаем. Также, где жильцы участвовали, тоже непосильный вклад свой внесли. Естественно, чем больше народа участвует, и где будут активнее жильцы участвовать, там и будет и порядок, как говорится, как пословицы. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. В Кировском районе прошла акция на самый чистый двор. Управление жилищного хозяйства вместе с партнерами акции привлекли жителей к уборке придомовой территории. Дому-победителю по результатам конкурса вручили денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Мы хотим возродить вот эту культуру, вот эти старые добрые традиции, чтобы в весенний период и в осенний период люди выходили на субботники. Субботники, на самом деле, это не просто уборка территории, это и общение со своими соседями, решение каких-то насущных вопросов. Это ведь субботник, это не только уборка и почистка. Это ведь проявляет здесь культура, передавать свой опыт молодежи. Это так радостно, когда вот я могу немножко опуститься, как говорится, вниз. Вот мы приехали в 89-м году, мы два раза в год выходили, несколько лет субботники сделали. Вы знаете, вот здесь такая семья у меня есть в нашем доме. Мы даже мыли асфальт, вот как было это хорошо. Потом со временем все это забылось. Но сейчас, слава тебе, как говорится, слава тебе Господи, что наше руководство, наша Башкирия, наша управляющая компания ЖИРУ, с которой я тесно работаю, мы все в своей бригаде работаем, организовали все это. И это очень благородное дело. Так как мы привлекаем на сегодняшний день партнеров для такого рода мероприятий, мы планируем в течение лета и до конца осени, также и зимой, в течение года проводить вот такого рода мероприятия, так сказать, больше подтягивать жителей к данному процессу. Но так как на сегодняшний день на морально-волевых очень тяжело вытащить, поэтому мы разыгрываем все различные призы, подарки, и тем самым как бы мотивируем людей на участие в такого рода мероприятиях. Майские работы в каждом районе столицы направлены на комплексную очистку придомовой территории. В день субботника активные жильцы начали убирать прилегающую территорию напротив домовладений уже с утра, пока воздух на улице был прохладным. Уже под вечер начали выходить все неравнодушные жильцы со своим инвентарем. Причем очистки двора, будет у нас помывка в ордюрах, а также асфальта, подбор мусора, покос травы на детских площадках, на газонах, также очистка входных рук, пузырьков, после зимнего периода, весеннего, после посыпки песка. Но нашлись и такие, кто категорически не хотел убирать свою прилегающую территорию. Как оказалось, многие жители не просто не принимали участие в плановых субботниках, но и препятствовали работам. На данный момент у нас в 1 мая с 56 на детской площадке и перед домовой территорией мы проводим механизированную уборку. Получается, поливочная машина, асфальт промываем, с щеткой, дворники после него так подметают, убирают. В принципе, мусор единственное, все убирает. Но у нас единственное то, что плохо жильцы машины не убирают. Объявления заранее извешиваем, получается, до вечера, с вечера вывешиваем. У нас в стране жильцы не убирают, потому что под ними остается песок, это остается мусор, под ними не уберешь, метелками тоже, получается, не достаешь. Поэтому приходится вызывать поливочную машину, чтобы хоть как-то песок выгребать, убирать. Благодаря некоммерческой организации фонд региональный оператор Республики Башкортостан осуществляется программа по ремонту кровли и фасада жилых многоквартирных домов. По данному жилому дому по улице Мира, 28, производится ремонт кровли. Меняется шиферная кровля на металлическую, профнастил, а также проводится ремонт фасада. Начало работы началось с 1 марта, хотим закончить 31 августа. В принципе, работа выполняется качественно, пока претензий никаких нет. По государственной программе «Реальные дела» в течение года активно велась работа по установке детских площадок. В микрорайоне Сипайлова появилось 13 таких игровых комплексов. Мы находимся в округе депутата Елены Александровны Родиной. Монтируем детскую площадку. Это у нас уже по счету 13-я детская площадка по Сипайлову. В апреле месяце мы установили. На этот год, на 16-й год, эта программа продолжает работать. Адреса уже определены. В данное время проводится тендер по определению исполнителя. Возле нашего дома мы не имеем площадку. Будем сюда приходить. Спасибо большое. Мне нравится иголка. Почему? Потому что она длинная, на ней можно кататься. Дети в восторге от новой площадки. Ведь помимо горок, качелей и лавочек, сюда завезли и свежий песок, которого уж точно на лето хватит. В культурном центре столицы в Кировском районе особое внимание уделили покраске цоколей, посадке саженцев, стрижке газонов. Теперь гостям столицы приятно гулять по главным площадям и скверам, а жителям не стыдно за свой город. Так как Кировский район является историческим культурным центром города, мы стараемся работать, чтобы не было стыдно нашим жителям и гостям содержать дворовые территории в идеальном порядке. Чтобы благоустроить газоны, завезено более 400 кубов чернозема. Благоустройство детских площадок завезено около 300 кубов песка. Стараемся, чтобы везде был порядок, чистота и красиво, и уютно. Землю раскидывают по участкам, а жители домов уже сами вручную рыхлят ее и вскапывают. Буквально каждый двор готов к посадке саженцев и цветов. Газоны возле дома – это инициатива наших жителей. Они стали землю вскапывать, у нас много в доме садоводов. Привозят они свою рассаду и рассаживают возле своих подъездов. В данный момент вчера они хотели из земли начать копать. Видите, повезло, наши дворники им вскапывают, у них уже есть заготовленные рассады. Сейчас как вскопают и завезут там свежую нам землю, там глина, значит они сразу все выйдут и будут снова сажать свои цветы. Работники УЖХ Демского района занялись покраской детских качелей, ограждений, лавочек и цветников. Как и в любом другом районе Уфы, здесь тоже не обошлось без сплоченных команд местных жителей. Все жильцы друг друга знают, и нас в том числе работаем совместно с председателем домов комитета. В последнее время тенденция пошла в Демском районе. Большимирные деревья мы сажаем ежегодно более 100 штук. Это сосны, это липы и березы. Все это нашли. В этом году в весеннее время мы более 150 деревьев посадили. Также ежегодно завозим чернозем. Активно начали заниматься демчане собственных и многоквартирных домов. Посадки цветов на придомовых территориях. И ежегодно более 50-60 кубов мы завозим чернозем. У Демского УЖХ имеется 4 обслуживающие организации. Это ЖУУ 32, 34, 63 и 91 ЖУУ. Мы совместно производим на собственные средства скамейки. Ежегодно более 100 скамейок устанавливаем при домовых территориях, по просьбе жителей, по форме скамейок. Это уже стабильно, ежегодно мы производим. Не только скамейки, но и новые экраны для контейнерных площадок производим. Отрадно, что в наше время еще есть неравнодушные люди, которые тесно взаимодействуют с жилищно-коммунальными службами и поддерживают чистоту и порядок в своем родном городе. Более того, старшее поколение делает все возможное для того, чтобы молодежь училась у них и тоже заботилась об окружающей среде. Ну, вообще, выходят, конечно, люди, кого мы приглашаем обязательно. Они любят у нас принимать участие в облагораживании наших дворов. Потому что в последнее время мы стараемся как-то привести в порядок, чтобы было красиво все, уютно. И люди вообще любят выходить работать. Особенно, если что-то нужно посадить. Кустарники, деревья. И вообще любят люди принимать участие в таких мероприятиях. Ее не то что возражать нужно. Ее нужно было не останавливать эту традицию, начиная с бревна, которые наш любимый вождь таскал во времена революции. Это же осталось у нас в крови, это же осталось у наших детев. Детям нужно это прививать вообще, я считаю. Потому что у нас это осталось, а вот молодежь не очень активна в этом плане. Но если мы приглашаем, вот наши молодые семьи, которые живут в нашем домах, они, кстати, на мой клич откликаются. В управлении жилищного хозяйства советского района находятся 874 дома. Это обширная территория с населением около 65 тысяч человек. Основной упор пришелся на ремонт кровли и фасады жилых домов. Завершаются субботники обычно, это уже ремонтом фасадов, соколей, ремонтом крыш. У нас очень много находится домов по красной линии, поэтому больше внимания обращаем на эту часть. Но кроме этого не забываем наши газоны, которые после зимней спячки сейчас приходят, такое состояние красивое. А где какие-то места есть, значит, будем траву засевать. Также, чтобы машины не заезжали, стараемся газоны ограждать ограждениями. Ну и стандартные тоже урны, скамейки выставляем и полностью готовим наш район к празднику. Город для каждого из нас начинается с дома, в котором мы живем, со двора, где гуляют наши дети. Настроение создается из мелочей, уверены жилищники. В преддверии праздников работникам жилищно-коммунального хозяйства удалось сделать для уфимцев хороший подарок. Это чистые дворы и ухоженные скверы и парки. Довольные горожане – вот результат их каждодневного труда. Продолжение следует...